С вами учебник «Слух». Общество знания, 7 класс. Тема урока «Нравственный закон внутри нас. Нравственный мир человека». Рассмотрим ситуацию. Есть в Польше небольшое селение Требленка. Во время Второй мировой войны близ него находился один из самых страшных нацистских лагерей смерти. Здесь были уничтожены сотни тысяч людей из разных стран мира, в основном еврейской национальности. На одном из каменных надгробий, установленных на территории бывшего лагеря, высечено Януш Корчик и дети. Корчик был педагогом и детским врачом. Перед войной он стал директором дома-сирот. Когда германские войска оккупировали Польшу, начались страшные времена. Нацисты решили закрыть приют, а его маленьких обитателей уничтожить, потому что все они были евреями. На директора приказ не распространялся. Он имел необходимые документы, мог в любое время скрыться. Однако Януш Корчик поступил иначе. Когда нацисты, вытолкав детей из помещения, повели их на вокзал, в первом ряду пошел учитель. На руках, крепко прижав к себе, он нес больную девочку. Поезд увез всех в лагерь смерти. Как вы считаете, почему Януш Корчик не стал спасать себя, хотя такая возможность у него была? Почему пошел на смерть в одном строю с детьми, понимая, конечно же, что ничего не сможет изменить в их судьбе? Слова, вынесенные в название этого параграфа, являются частью перефразированного высказывания, принадлежащего немецкому философу Эммануилу Канту. Вот как начинается это высказывание, выбитое на надгробье знаменитого философа. Лишь две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением. Звездное небо надо мною и нравственный закон во мне. Редко кого из людей оставят равнодушными таинство звездного неба. А вот что за нравственный закон существует внутри нас? Очевидно, речь идет о тех нравственных чувствах, которые живут в душе человека и побуждают его быть на стороне добра. Это действительно в какой-то мере чудо, поскольку следование своим нравственным убеждениям подчас приносит человеку лишение, приводит к потере богатства, лишает выгод и преимуществ. Моральный выбор. С моральными нормами вы уже знакомы. Они дают образец правильного поведения. Однако человек далеко не всегда ведет себя правильно. Он может быть добрым, великодушным, милосердным, честным, благородным и так далее. Но он способен и на подлость, ложь, предательство, безмерную жестокость. Верующие люди называют такие действия проявлениями греха. Все, что человек сделал против морали, любое зло – это грех, справедливо считают они. Так почему же человек в одном случае может поступать недостойно, а в другом – честно и по-доброму? Человеку в его действиях дана свобода выбора между добром и злом, моральным и аморальным. Это великий дар, которым не обладает больше ни одно живое существо. Человек сам всегда решает, как ему поступать – соблюдать или не соблюдать моральные нормы. Вот простой пример. У мальчика есть два яблока. Одно из них большое, красивое, другое явно похуже. К нему пришел друг. Возникает мысль – угостить или нет? А если угостить, то какое взять себе? Мораль учит. Всегда поделись с ближним, лучший кусок отдай другу. Но есть и другая, эгоистичная мысль – взять себе лучшее. Как поступить? Вот это и есть выбор поступка. Или точнее, моральный выбор. Когда человек не только внутренне выбирает свое моральное, доброе или злое отношение, но и действует в соответствии со своим выбором. Можно сказать и так. Моральный выбор – это выбор своего отношения, доброго или злого, к другим людям. Но бывают случаи и посложнее, чем приведенный выше пример. Рассмотрим ситуацию. В фильме режиссера Германа «Проверка на дорогах» есть такой эпизод времен Великой Отечественной войны. Партизаны заминировали железнодорожный мост и ждут немецкий состав с оружием. Неожиданно из-за поворота реки появляется огромная баржа. И партизанам открывается страшная картина. Баржа забита нашими пленными. Их охраняют нацистские автоматчики. Очевидно, людей везут на смерть. И в тот самый момент, когда баржа оказывается под мостом, на него въезжает немецкий состав с оружием. Взрывать или не взрывать? Если взорвать, все это обрушится на несчастных людей и погубит их. А если не взрывать, оружие пойдет на фронт. Да и приказ командования будет нарушен. Командир отряда категорически против взрыва. Он ясно представляет его ужасные последствия. А заместитель командира по политической части, у которого нацисты расстреляли всю семью, требует немедленно выполнить приказ. Возникает тяжелый нравственный конфликт. Обдумайте эту ситуацию. Что, как вы считаете, нужно учитывать при нравственной оценке возможного выбора действий? Свобода – это ответственность. Есть такая философская притча, мудрый рассказ о дровосеке. Он честно собирал хворост в лесу. Его считали человеком старательным, хорошо вознаграждали и хвалили за трудолюбие. Только одно от него скрывали – хворост шел на костры инквизиции. А сам он никогда не интересовался. О чем идет речь? Не просто, конечно, раскрыть смысл философской притчи. По нашему мнению, в ней говорится о том, что человек всегда должен осмысливать свои поступки, предвидеть их последствия, добрые или злые, и, конечно, нести ответственность за результат. Даже если мы хорошо трудимся и хорошо зарабатываем, но при этом не задумываемся о смысле своей деятельности, ее общественных последствиях, мы можем попасть в положение наивного дровосека, ставшего игрушкой в руках зла и волей-неволей помогающего творить преступления. А что, если однажды и сам дровосек, безответственно доверявший своим работодателям, станет жертвой зла и попадет на тот самый костер? А дрова для костра будет заготавливать другой наивный дровосек? Следует понимать, что на каждом из нас «Хотим мы этого или нет?» всегда лежит ответственность за общественные результаты наших поступков. Быть человеком ответственным значит правильно понимать свои и чужие проблемы, трудности, стараться предвидеть результаты своих поступков и уметь отвечать за них. Есть разные виды ответственности, но самый главный – ответственность моральная, ответственность перед своей совестью. В жизни каждый из нас подобен сказочному богатырю, стоящему перед камнем с надписью «Направо пойдешь, налево, прямо». Куда пойти? Выбор вы можете сделать сами. Но если выбор уже сделан, отвечать за свои поступки придется самому, потому что свобода и ответственность – две стороны одной медали. Одна невозможна без другой. Свобода безответственности – это безответственность и вседозволенность. Безответственность всегда связана с равнодушием и легкомыслием, с пустой самоуверенностью, что нередко приводит к пагубным последствиям как для окружающих, так и для того, кто совершил безответственный поступок. Не зря в народе говорят «Дай сердцу волю, заведет в неволю». Свободный человек всегда находится в сложном положении. Готовых ответов на все случаи жизни нет и не будет никогда. Ну а если человек любит угождать своим капризом и не хочет думать о последствиях или привык, чтобы кто-то решал за него, вряд ли такого человека можно считать свободным. Нравственное воспитание и самовоспитание Нормы морали человек осваивает в процессе стихийной социализации, то есть подражая принятым в данном обществе образцам поведения, получая одобрение или неодобрение окружающих, испытывая воздействие средств массовой информации, культуры. В результате такого разнонаправленного процесса не исключено влияние отрицательных факторов на моральный облик взрослого человека, а тем более ребенка, агрессивная среда, интернет-зависимость и так далее. Человек может соблюдать нормы поведения, принятые в обществе, внутренне не одобряя их, не превращая в личностные ценности, пытаясь найти внешние объяснения своим поступкам. Очевидно, что для нравственного становления личности одного лишь внешнего воздействия окружающей среды недостаточно. Необходим целенаправленный процесс нравственного воспитания подрастающих поколений. Первым воспитателем здесь является семья. Не случайно в известном стихотворении Маяковского за ответом на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, крошка сына пришел именно к отцу. Рассмотрим изображение. Какие моральные категории вы расположили бы на каждой из чаш весов? Нравственное воспитание продолжается и в школе. Именно здесь школьники знакомятся с системой знаний о морали и ее роли в жизни общества. Но одних только знаний, конечно, недостаточно. Важны примеры нравственного поведения и не просто рассказы о них, а встречи с ними в реальной школьной жизни. Но и это не гарантирует, что моральные нормы станут для растущего человека его внутренними убеждениями и жизненными ориентирами. Некоторые предлагают превратить нормы морали в государственные законы и карать за их нарушения по всей строгости закона. Это просто, но неразумно по нескольким причинам. Во-первых, можно ли подогнать под правовые нормы такие понятия, как сострадание, честь, совесть? А во-вторых, даже если бы это удалось, неужели все, кто будет исполнять такие нормы, станут делать это вполне искренне? Или скорее будут изображать высокоморальных людей, умножая тем самым лицемерие и ложь? Самое действенное средство нравственного воспитания это самовоспитание, то есть наше сознательное воздействие на собственную личность, направленное на развитие одних качеств и подавление, преодоление других. Рассмотрим изображение. Как вы думаете, какие методы воспитания мама применяет к дочери на фото? Дают ли на ваш взгляд эти методы нужный результат? Свой вывод поясните. Рассмотрим ситуацию. Один взрослый, успешный в делах и глубоко порядочный человек, назовем его Иван, рассказал, как в детстве он боролся с одним из своих пороков. Еще в дошкольные годы Ваня любил наблюдать за жизнью насекомых. Он нашел себе товарищей, столь же увлеченных миром живой природы. Вскоре от пассивного наблюдения мальчики перешли к экспериментам. Стали отрывать крылья и лапки у насекомых и следить за их реакцией. Они уже собирались перейти к лягушкам, но тут Ваня услышал по радиопередачу, в которой ученый обращал внимание на то, что немало преступников уже в детстве были известными мучителями животных. Мальчик всерьез испугался и подумал, что и его ждет столь же незавидное будущее. Он решил никогда больше не проводить экспериментов над животными. Труднее всего оказалось поддерживать отношения со своими друзьями, продолжавшими свои эксперименты. Сначала Ваня просто отходил в сторону, когда отлавливалась очередная бабочка. Потом нашел в себе силы объяснить друзьям, что считает это занятие плохим, приносящим всем вред. Дружба с теми, кто посчитал его слабаком, разладилась. Но по прошествии многих лет Иван считает свой тогдашний поступок маленьким моральным подвигом. Приходилось ли вам пересматривать свои нравственные оценки и поведение? Под влиянием каких людей или обстоятельств это происходило? Если человек следует своим нравственным принципам, можно говорить о нравственном поступке. Иными словами, о нравственности поступка говорят не только его последствия, но и его мотивы. Нравственный человек не позволит себе поступить недостойно или лицемерить, даже если об этом наверняка никто не узнает. Суд собственной совести для него всегда превыше людского. Отношение к нам, окружающих, полностью зависит от наших собственных поступков. Процесс морального совершенствования является долгим и трудным. Он определяется тем количеством добра, которое мы несем в мир. Подведем итоги. Нравственные убеждения человека, нравственный закон его жизни – это важнейшая составляющая духовного мира личности. В жизни каждого человека возникают ситуации, когда приходится делать моральный выбор. В них наиболее отчетливо проявляются как нравственные качества личности, так и мера ее ответственности. Формирование нравственных качеств человека происходит под влиянием окружающей среды и в результате целенаправленного процесса воспитания. Особое значение в жизни каждого из нас имеет наша способность к нравственному самовоспитанию. Проверяем наши знания и умения. В чем выражается свобода выбора? Что такое моральный выбор? Как взаимосвязаны свобода и ответственность? Что значит быть человеком ответственным? В чем опасность безответственного поведения? Кто и как участвует в процессе нравственного воспитания ребенка? Каково значение самовоспитания? Выполняем задание. Задание первое. Моральный выбор – дело трудное и ответственное. И бывают ситуации, когда человек отказывается от выбора, самоустраняется. Пусть другие решают. Оцените ситуацию уклонения от выбора, ее последствия, нравственную сторону. Задание второе. Выделяют различные ситуации морального выбора. Первое между добром и злом. Второе между моральными требованиями и собственной выгодой. Третье между двух зол. Проиллюстрируйте каждую из них примерами. Задание третье. Мораль начинается там, где кончаются разговоры, утверждал один мыслитель. Как вы понимаете это высказывание? Задание четвертое. Почему при моральной оценке поступка следует учитывать не только его последствия, но и мотив? Приведите конкретный пример. «Метрия»